Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Предприятие Викерс в Элсвике построило большую часть из 4 424 основных боевых танков Центурион до 1961 года. Но компания продавала во многие страны и преемника Центуриона, танк Чифтан, более тяжелый и дорогостоящий. В это же время армия Индии выдала тактико-технические требования на новый основной боевой танк. И в 1961 году приняла предложение Викерс. Это была конструкция, разработанная на основе частной инициативы, ставшая известной под обозначением основной боевой танк Викерс. В нем была установлена улучшенная 105-мм пушка серии Л-7, а также узлы и агрегаты танка Чифтан, который только начали производить на двух предприятиях. Два первых образца были закончены в постройке в 1963 году, и в следующем году линия по производству танков была готова в Индии. Первый танк был собран в 1965 году из комплектующих, поставляемых предприятием Викерс. С течением времени Индия производила все больше и больше танков, и к 1982 году было построено 1200 штук, и производство продолжалось. В 1968 году Кувейт заказал 70 основных боевых танков Викерс МК-1, которые были поставлены ему в 1970-72 годах. Викерс продолжила разработку танка на свои собственные средства. Первым шагом была замена двигателя Л-60 на Детройт Дизель. Следующим новая цельнолитая башня со сварной маской, которая может сопрягаться с различными системами управления огнем. В 1977 году Кения заказала 38 танков Викерс Марк-3 и 3 бронированных ремонтно-эвакуационные машины. Они были поставлены к 1980 году, и следующий заказ был сделан в 1978 году на следующие 38 танков и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины. Все это было поставлено к концу 1982 года. В 1981 году Нигерия заказала 36 танков и 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а затем еще 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Они были произведены на новом предприятии Викерс Дефенс Систем Нью Армстронг Уокс, которое было открыто позднее, в 1982 году. Известное старое предприятие Велвике, производившее боевые бронированные машины и артиллерийские установки, на протяжении 100 лет было закрыто и демонтировано. Модификация Марк-3 вооружена 105-мм пушкой серии Л-7, установленной в башне с углами наводки горизонтальной плоскости в 360 градусов, вертикальной от плюс 20 градусов до минус 10. Пулемет с калибра 7,62 мм спарен с основным вооружением. Такой же зенитный пулемет установлен на командирской башенке. Наведение и стрельбу из зенитного пулемета можно производить изнутри башни с углом возвышения до 90 градусов. На обоих бортах башни установлено по блоку из шести дымовых гранатометов с электрической стреляющей цепью. Нигерийские машины были оборудованы упрощенной системой управления огнем Маркони Радар, которая позволяет обеспечить высокую вероятность попадания с первого выстрела. Эта система в настоящее время установлена на некоторых индийских танках Марк-1. Командир танка пользуется комбинированным день-ночь прицелом типа Пикингтон Кондор, который позволяет ему осуществлять сприцеливание и вести огонь основным вооружением. Некоторое количество машин оборудовано гидравлическим краном, позволяющим производить замену системы управления огнем в полевых условиях. На корпус основного боевого танка Виккерс Марк-3 также может быть установлена башня со 155-мм гаубицей, разработанная Виккерс, которая может вести огонь обычными фугасными снарядами на максимальную дальность в 24 километра или на 30 тысяч метров активно-реактивным снарядом. Продолжение следует... Продолжение следует...